Всем привет, с вами Дима, Ferrum Live и Apple Watch Series 3. Очень давно у нас не было трушных анбоксинг видео, где мы реально вот прям в кадре первый раз распаковываем коробку и делимся первыми своими впечатлениями и мы решили немножко исправить эту ситуацию. Сегодня будет именно такой видос, он будет наверное не супер информативным в плане экспириенса какого-то от использования, но тем не менее его главная роль я напоминаю это дать вам возможность задать свои вопросы по этому гаджету в комментариях к данному ролику и мы либо снимем отдельный видос с ответами на вопросы, либо я отвечу на них в рамках в общем-то нашего обзора, который выйдет на канале Ferrum.com Переходим в общем-то к распаковке, аккуратненько стоит вскрывать коробочку, так как нам дал магазин этот гаджет, мы его нигде не покупали и поэтому делать вандальную какую-то распаковку в режиме Casey Neistat и чего-то в таком духе наверное не стоит. Вот, пленочка у нас самая обыкновенная, нету тут ничего вроде того, что сейчас есть например в айфонах, где ты тянешь за словно хлястики, отрываешь полностью пленку, здесь просто приходится распаковывать, как это всегда в общем-то было в случае с айфонами и макбуками до того, как немножко переделали упаковку для айфон. Так, наверное стоит перевернуть коробку вот так, вот так будет правильно, едва ли влезает в камеру. Коробка длинная, не очень мне кажется она, так скажем, правильно реализована с точки зрения компактности, потому что, ну вот вы видите, да, можно было упаковать как-то более миниатюрно, сделать коробку наверное пошире и повыше, но более квадратной, но Apple решили сделать так. Чего у нас здесь? Огромные бумажки, что и неудивительно исходя из огромного конверта. Тут у нас краткая инструкция по использованию на английском языке, быть может кому-то она пригодится, но я думаю, что здесь все интуитивно понятно. Еще бумажечки, также здесь у нас есть второй ремешок. Так, как его отсюда изъять? Наверное, вот так вот. Да, вот так вот он изымается. Это полезно и интересно, сейчас будем разбираться в чем разница. Я так понимаю, что ремешки разной длины. В общем-то, сами Apple Watch пока что их в сторону, я так понимаю, что здесь тоже что-то у нас есть. Да, здесь у нас таки что-то есть. А именно, адаптер питания. Адаптер питания мощностью на 1 А. Я уверен, что вам очень плохо видно надписи, потому что они сделаны серым по серому. 5 баллов, читается все не очень хорошо, но здесь 1 А. То есть, в принципе, те, у кого есть зарядка для их iPhone, могут эту даже из коробки не доставать, юзать один и тот же зарядник и для часов, и, в общем-то, для телефона своего. Ну и Apple, в общем-то, адаптер питания беспроводной. Так как бы его отсюда изъять, чтобы не рвать всю вот эту вот упаковку, наверное, никак. Но в любом случае, вот так вот он выглядит. Сюда часы у нас магнитятся, вот даже без подключения все в принципе работает. Часы у нас прилипают и по беспроводу им передается, в общем-то, энергия. Так, отложим все немножечко в сторону, чтобы хоть чуть-чуть бардак убрать. И действительно, я был, в общем-то, прав. У нас здесь ремешка 2. И это для того сделано, чтобы люди, например, у которых рука более худощавая, как у меня, например, не ходили с ремешком, который торчит за часов, и могли одеть, в общем-то, ремешок покороче, им было комфортнее. Ну и люди с более плотным, так скажем, телосложением тоже не чувствовали себя как-то странно или ущемленно. И могли использовать более длинный ремешок. Я немножко поменял угол и положение, в общем-то, камеры для того, чтобы вам было все лучше видно крупным планом. Так, и у нас здесь на ремешках присутствует маркировка ML и SM, что соответствует средний размер, большой размер, и, в общем-то, малый размер, средний размер. Я думаю, что многие эти идентификаторы знают. Ну и сразу, как бы, я поменяю ремешок и покажу, как это делается. Я считаю, что вот этот вот механизм, он безумно крут, и единственный его недостаток, это то, что использовать можно только проприетарные эпловые, в общем-то, ремешки. Обычные, стандартные, купленные в магазине или там сделанные под заказ, вы сюда не поставите. Нужны именно ремешки с вот этим хитрым механизмом соединения с часами. Но, с другой стороны, меняются они очень просто. Просто зажимаете вот эту вот кнопочку, и, в общем-то, ремешок у нас выскальзывает. Ну и одевается тоже абсолютно элементарно. Я считаю, что задумка и реализация, в принципе, очень-очень хороши сами по себе. Ремешок у нас полиуретановый, софт-тач покрытие, весь такой из себя приятненький, нежненький. И он здесь болтается. Фиксация у нас ремешка, к сожалению, не идеальна. Он чуть-чуть здесь люфтит, но, тем не менее, не выскальзывает, не вываливается. В принципе, как большой недостаток, я думаю, это рассматривать не стоит. Тем более, что, если бы, допустим, он был металлический, ну, то есть, линк вот этот, который крепится, то можно было бы сказать, что это фу, как так можно было. Это непорядок. Но здесь у нас все из мягких материалов сделано, то, что оно немножко болтается, к этому нужно было быть готовым. Если честно, это первые Apple Watch, с которыми я вот буду очень плотно прям общаться, потому что на первое поколение обзор делал Сережа, вот, и он с ними игрался. Я их буквально полчаса максимума покрутил в руках, и то, скорее всего, меньше, потому что у нас времени было тогда очень-очень мало. Но, тем не менее, с этими я буду играться по полной, и не удивляйтесь то, что для меня сейчас здесь все будет в новинку. Снизу у нас находится огромная линза, которая, как мы знаем, чуть сильнее выпирает в этом году, чем это было раньше. На ней у нас имеются оптические датчики, которые будут мерять пульс. Колесико прекрасное, колесико крутится очень нежно, на нем нет никакой трещотки, то есть, оно никак не фиксируется. Но, тем не менее, ход плавный и довольно упругий. Ну и единственная кнопка. Давайте сейчас подключим, в общем-то, часы к телефону. Почему бы это не сделать? Ferrum Live не был бы Ferrum Live, если бы у нас не происходили форс-мажорные ситуации, едва ли не в прямом эфире. Где-то 20, если не больше, минут назад я попытался подключить эти прекрасные часы к моему iPhone 8, но не получилось у меня абсолютно ни черта. Почему, вы спросите, я не знаю. Висела больше 10 минут надпись о том, что мы пытаемся войти в аккаунт, и никто в аккаунт не вошел. Давайте попробуем еще раз. Перезагрузил телефон, перезагрузил часы, поехали. Создать пару, создать пару. Совместите с видоискателем. Совмещаем мы с видоискателем. Пара создана, замечательно. Я хочу на левой руке. На левой руке хочу я. И опять вот эта вот надпись. Вот именно она и висела. И я не уверен, что произойдет все очень быстро. Я на это... О, замечательно. Принять условия. Хорошо, принять. Все хочу принять. Выполняется вход в вашу учетную запись. Окей. Я не уверен, что все произойдет быстро, но пока это происходит. Я надеюсь, что это случится, пока я договорю то, что я сейчас буду рассказывать. Я хочу поделиться своими впечатлениями, в принципе, о внешности, так как я просматривал эти часы очень неплохо. Сделано у нас все хорошо. Давайте я наведу резкость, чтобы вам хоть что-то было видно. Эти часы у нас защищены от влаги и пыли. В них можно руки мыть, купаться в душе, плавать в бассейне и все в таком духе. И, понятное дело, что подобное устройство должно было сделано быть с иголочки. И так оно, к счастью, и есть. Я хочу продемонстрировать габариты этих часов, потому что я считаю, что это очень важно. Мне, например, не нравится носить огромную хрень у себя на запястье. Вот, и данные часы, они, к счастью, не являются огромной хренью. Многие Android Smart часы, рассчитанные на Android устройства, например, Samsung'овские натизания, которые работают и с iPhone'ами, и с Android'ами, они намного больше. Они намного больше, грубее, тяжелее. И Apple Watch более миниатюрные, так скажем, и мне, если честно, это очень нравится, потому что я не считаю, что умный гаджет должен быть тяжелым и должен как-то отягощать вашу жизнь размерами. Например, когда зимой у вас куртка с плотными вот этими воротниками, которые не позволяют холоду проходить под, в общем-то, саму куртку, то носить толстые большие часы это неудобно. И, к счастью, Apple Watch такими не являются. Что-то у нас изменилось на экране, к счастью. И мы можем... Установка приложения у нас почти закончилась. Мне не очень понравилось то, что с первого раза не происходит у нас нормальное подключение, но когда оно уже начало происходить, все идет, в принципе, как по маслу, и это, если честно, радует. Из того, что мне в теории понравится, и мне это нравится уже, это то, что все возможные приложения, которые доступны для работы, в общем-то, с телефоном, они моментально устанавливаются на Apple Watch. То есть, например, какие-то клиенты для интернет-банкинга, для мессенджера, и все вот в этом духе, они тут же устанавливаются на часы, все, которые возможны. И вам не нужно перерывать магазин приложений для того, чтобы найти все, что вас интересует, все, что вам будет необходимо. Как это происходит, например, в случае с самсунговскими теми же смарт-часами. Они сами не понимают, с чем они могут работать на телефоне, но тут как бы производитель и смартфона, и часов один и тот же, поэтому ничего удивительного здесь я не вижу. Запустился у нас интерфейс, есть у нас, в общем-то, время, есть у нас дополнительная фитнес-информация, я так понимаю. Если мы нажимаем на эту кнопку, у нас открываются виджеты, которые можно полистать и увидеть, чего у нас, где находится музыку, можно скинуть на часы. Это замечательно, я считаю. Нет. Нет музыки, вы можете добавить музыку в программе Apple Watch на iPhone. Да, все я правильно понял, и это очень понравится тем, кто любит бегать, например, и не любит во время пробежек таскать с собой свой тяжелый смартфон. Как видите, виджетов хватает. Так, выходим отсюда, и отсюда выходим. Как выйти на главное меню? Вот так выйти на главное меню, а вот у нас, в общем-то, и все приложения. Вот так вот в виде облачка. Ой, черт, что я натворил? Нет, не хочу сюда, хочу вот сюда. В виде облачка отображаются у нас все приложения, я считаю, что это довольно удобно. Не очень удобно то, что многие из них не подписаны, если вы, например, новичок в этом плане, то вы можете не узнать, о чем идет речь. Но я, например, вижу, что приложение для Privat24 у нас устанавливалось, и оно куда-то пропало, оно, наверняка, где-то сейчас должно появиться. Но я его не вижу. Почему я его не вижу, я не знаю. Приложение для WebMoney, для Telegram, для Uber, Mijia, Instagram, AliExpress. Да, вот Privat24 переехал почему-то в другое место. Замечательно, даже RecForge здесь есть. Наверняка, можно запись из часов управлять. Если честно, то, что я уже вижу, в принципе, я считаю очень крутым состоянием вещей на день сегодняшний, потому что многие те приложения, которыми я пользуюсь чаще всего, они здесь уже устанавливаются, либо в случае Telegram они здесь уже есть. Как бы вот и, наверное, все по этим часам. Больше подробностей, больше о том, как оно в реальном использовании, удобно ли, полезно ли, стоит ли покупать, я думаю, вы уже узнаете из нашего обзора. Я надеюсь, что это видео было хоть немножко интересным и информативным. И в любом случае, оно создано в первую очередь для того, чтобы вы могли оставить свои вопросы, комментарии под этим видео в вашем, в общем-то, распоряжении. На этом у меня все, ссылки на данные смарт-часы в разных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. Как всегда, ждут вас в описании этого видео. С вами был Дима, Ferrum.com. Ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео с друзьями, это очень нам помогает. Спасибо всем огромное за просмотр, пока.